Добрый день. Определение миоклонуса и его многочисленные классификации были даны нами в ролике миоклонье. Эссенциальный миоклонус довольно редкое заболевание. Существует как семейное с аутосонно-доминантным типом наследования, так и спорадической формы. Клинические проявления включают нерегулярные, а ритмичные, асинхронные подергивания, вздрагивания с мультифокальным или генерализованным распределением миоклоний. Впрочем, клинические характеристики очень вариабельны. Очевидно, в действительности речь идет о целом букете различных генетически детерминированных заболеваний, имеющих схожие фенотипические проявления. Здесь наследственность не отягощена. Дебют заболевания в 34 года. Какие его грубые поражения внутренних органов, способные натолкнуть на мысль о болезни накопления или митохондриальном заболевании, отсутствуют. На МРТ признаки умеренно выражены атрофии, гидроцефалии. Пациент связывает заболевание с контактом с боевыми отравляющими веществами. Однако, с нашей точки зрения, эта взаимосвязь маловероятна. Как говорили древние римляне, пост-хок, нон-эст-проптор-хок. Насильственные движения усиливаются при стрессе и угасают во сне. Некоторые улучшения пациента отмечают на высокой дозе вольпроатов. Тем не менее, на ЭЭГ мы не видим никакой эпилептифорной активности, а видим только двигательные артефакты. Пациенту был назначен колонзепам в небольшой дозе, однако от его приема больной отказался из-за побочных эффектов. Пациенту для амбулаторного приема были назначены нейролептики. При их неэффективности можно будет попробовать инъекции ботулотоксина, мышцы плечевого пояса, например, большие грудные мышцы. Здесь дебют заболевания примерно 23 года. Наследственность отегощена. У матери тоже есть дергание в руках. Возраст дебюта у матери неизвестен. МРТ без патологии, грубых аномалий внутренних органов не выявлено. Пациент сдал анализы на болезнь Вильсена, Коновалова, Онферихта, Лунберга, Гентингтона, митохондриальный синдром МЕРФ, МЕЛАС, НАРП. Мутации не выявлено. Пробовал различные препараты и вольпроаты без существенного эффекта. Интересная особенность миоклон продолжается и во время сна. И пациент часто пробуждается, вот передергивай. На ЭЭГ также без опиактивности. Пациенту для амбулаторного приема был рекомендован клоназепам. Благодарю за внимание.